Уважаемые коллеги, я как уполномоченный представитель фракции ЛДПР по международным связям нахожусь в тесном контакте с посольством КНДР в Российской Федерации. Сейчас на Корейском полуострове мы наблюдаем кризисную взрывоопасную ситуацию. В связи с этим считаю необходимым донести до вас позицию Корейско-народной демократической республики. Как известно, в декабре прошлого года КНДР успешно запустила и вывела на околоземную орбиту искусственный спутник Земли в мирных целях. Однако США поставили в Совете Безопасности ООН вопрос о незаконности этого запуска и довели до принятия резолюции и введения новых санкций. Сложився ситуации, Северная Корея была вынуждена в качестве ответной реакции и в целях защиты национального суверенитета и безопасности провести третье подземное ядерное испытание. В ответ на это под натиском США были еще более ужесточены санкции против КНДР принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН. Одновременно с этим вблизи северокорейских границ начали проводиться крупномасштабные военные учения под кодовыми названиями «Киризолф» и «Фоул Игл», на которые были переброшены беспрецедентные по своим масштабам вооруженные силы. В Южную Корею и в ее территориальные воды вошли группировки крупных атомных подлодок, способные нести ядерные боеголовки и стратегические ядерные бомбардировщики. Словом, Корейский полуостров превратился в витрину всех новейших ядерных вооружений США, что обострило ситуацию до предела. Именно по этим причинам КНДР ответила расторжением соглашения и перемирии, и поучением по боевой стрельбе на земле, в воздухе и на море. КНДР предприняло сверхжёсткие контрмеры, в том числе предупредив о ракетных ударах по военным объектам на Гавайях, Гуами и даже материковой части США. Подобные ответные меры Северной Кореи ложно изображаются как угрозы и провокации. Фактически страна в течение более 60 лет жила в условиях жестокой экономической блокады, военных нажимов, информационно-психологической войны со стороны США и Запада. КНДР это суверенное и независимое государство, и оно стремится к свободе, миру и демократии. КНДР желает строить экономику и улучшать жизнь населения в мирных условиях. КНДР рассматривает ядерные силы как фактор военного сдерживания, как гарант своей безопасности и суверенности. Следовательно, ответная реакция является не провокацией, а мерами самообороны, направленными на защиту своего достоинства и государственного строя. 18 апреля Департамент политики Государственного комитета обороны КНДР заявил, что для начала диалога США и Южная Корея должны выполнить ряд условий, в том числе прекратить все формы военного нажима, ядерный шантаж и экономическую блокаду, на официальном уровне дать гарантию безопасности и уважения суверенитета Северокорейской Республики, а также вывести все ядерное вооружение, дислоцированное в Южной Корее и вокруг нее. В завершении хочу отметить, что корейский народ желает мира, но и располагает всеми средствами для ведения войны. Поэтому первостепенной задачей всего международного сообщества является недопущение критического развития ситуации на корейском полуострове. Уважаемые коллеги!